Отец Дмитрий, здравствуй! Добрый день! Рад поговорить с тобой на «ты», снова поговорить о том, чем живет современный человек и узнать, живет ли этим современный священник. Сегодняшняя тема – еда и напитки. Я думаю, ты живешь едой и напитками. Ну да, я живу, потому что я ем. А ты не гурман? Ну, к таковым себя не отношу, хотя... Хотя гурман. Хотя, да, хотя иногда вредничаю, конечно. Например? Ну, например, не могу есть вареный лук. Это фобия. Ну, вот так. А сырой? Нет, к сырому отношение хорошее. Даже к жареному. Могу жареный стерпеть, но вареный. Это избирательная фобия? Да, это избирательная, да. А где ты обычно ешь? Ну, обычно ем дома. Ну, то, что готовит жена. А фастфуд, рестораны какие-нибудь нормальные? А фастфуд, когда выезжаю в Москву, бегу, тороплюсь, то не гнушаюсь и фастфудом. А здоровье не жалко? Ну, если бы я каждый день ел в фастфуде, это да, но раз в две недели, я думаю. Ну, то есть ты считаешь, в принципе, что фастфуд достаточно вредный? Ну, если, да, вот фильм такой, помните, был «Макдональдс». И там главные герои, там эксперимент они проводили, что целый месяц он будет есть в «Макдональдс». Вот, в конце этого он похудел на 10 килограмм, что-то печень увеличилась у него. Ну, в общем, чуть не умер бедняга. То есть, естественно, если каждый день есть в «Макдональдс», то будут проблемы. А если не в фастфуде, а в каких-нибудь нормальных ресторанах, дорогих? Ну, нормальные рестораны, это дорого, но думаю, что нормальная ресторанная еда, она не вредна, потому что такой ресторан считается нормальным, где еда домашняя, и хуже домашней. А сейчас набирают популярность фермерские продукты, знаешь, их прям подчеркивают, что это фермерские продукты и так далее. Как ты относишься к качеству за гораздо большие деньги, раз уж мы... Ну, я положительно отношусь, потому что, действительно, вот супруга у меня покупает молочный продукт, молоко, сметану, творог, сыр, брынзу на рынке именно у тех людей, у которых есть фермерское хозяйство. Качество, конечно, отличается. Но оно дороже, рублей на 10, на 20, но, как говорится, на здоровье экономить не хочется, тем более на здоровье детей своих. Поэтому я отношусь только положительно к этому. Если дома сидеть с друзьями, ну да, то есть, пришли друзья, ты будешь с едой это делать? Ну, в большинстве случаев да. То есть, как минимум, я на стол поставлю чайник, самовар, налью чай, кофе. С плюшками. С плюшками. Смотри, это как минимум. Еда занимает достаточно много места в нашей жизни, и в частности, как мы сейчас выяснили, в твоей. Я хотел бы обратить внимание вот на что. Грехопадение, которое описывается в Библии, описывается с помощью, ну, в категориях еды, да, ну, через плод какой-то. А ехаристия, величайшее таинство церкви, тоже, ну, имеют ассоциации с едой. А в Отче наш, единственной молитвой, которую Христос дал людям, тоже упоминается еда. Что такое вообще еда в жизни человека? Ну, вот если так отвлечься, да и поразмыслить богословски, то еда, безусловно, имеет очень сакральный смысл. И не только сакральный смысл, а сакральный статус у нас в жизни. Ну, в качестве такого простейшего примера можно взять устав любого монастыря, и мы увидим, что трапеза – это всегда продолжение богослужения. То есть, трапеза – это не есть нечто автономное. Вкушение пищи, оно четко регламентировано богослужебным уставом. Во время трапезы читаются определенные молитвословия или жития святых. После трапезы богослужение продолжается. Вот, вне трапезы, да, мы не кушаем. Почему? Видимо, потому, что еда – это источник жизни. То есть, это некий прообраз Бога в жизни человека. И поэтому, вкушая еду, которая поддерживает нашу жизнь, мы должны умом восходить к первообразу, то есть, к Творцу. Но здесь, опять же, есть некая опасность. Хорошо, ты привел пример с Адама и Евой, с грехопадением. То есть, вот как раз-таки тот случай, когда еда превратилась в самоцель. И прародители, вместо того, чтобы в неком таком порыве, да, богопочитания взять этот плод и принести его в дар Богу, вот как свое послушание, да, они ее потребили. Решили стать автономными. Вот, и они решили потребить самостоятельно. Таким образом, возникает общество потребления. То есть, еда ради еды. Еда для того, чтобы просто автономно функционировать. Вот, еда без приношения ее перед вкушением Богу. Вот, ну, тут можно мысль развивать и дальше, как бы, да. Но, вот, мне кажется, это самый такой важный момент. То есть, еда, вот, как некий такой вот прообраз Творца, как того, кто дает человеку жизнь. В таком случае у церкви должно быть некоторое негативное отношение ко всевозможным, там, перекусить на ходу, там, зажуем здесь, пойдем дальше, к фастфуду тому же. Или я ошибаюсь? Ну, нет, верная мысль здесь... Здесь даже не в качестве дела, а в том, что профанируется сама еда, как церковая. Совершенно верно. То есть, здесь у человека должно быть верное отношение к еде. К тому, где он принимает пищу и как он ее... Самое главное, наверное, как он ее принимает. Потому что даже фастфудовскую еду, даже перекус на ходу, можно превратить в некое сакральное действие. Если мы вкушение этой пищи будем посвящать Богу. Ну, элементарно, да. Купил там бублик, баранку, чай, стакан. Ну, перекрестись. Скажи, Господи, благослови. После того, как поел, скажи, спасибо, Господи. И уже это будет не профанно. Это уже будет нечто сакральное. Это будет именно приношение Богу. А не кажется ли тебе, что именно из-за подобного высокого отношения к еде священники увлекаются ею, превращая ее в некое священодействие, и в результате отращивают себе животы. Ну, да, наверное, здесь речь идет о священодействии, только это священодействие наоборот. Вот тогда уже еда превращается в некого кумира, да, еда ради еды. И мы имеем, по сути, чревоугодие. Вот как поклонение собственному чреву. Поэтому, ну, здесь есть параллель, но это параллель наоборот. Давай к еде перейдем. Ну, алкоголик нельзя обойти вниманием эту тему, тем более для России тема всегда болезненная. А ты не трезвенник? Ну, скажем так, мне симпатичны идеи трезвости и трезвенности, но в своей жизни я от алкоголя категорически не отказываюсь. То есть он иногда присутствует в моей жизни. Подробнее. Пиво бывает? Ну, по ситуации. То есть иногда пиво, иногда вино, иногда более крепкие спиртные напитки. Водка, например. Да. Ну, водка, я не очень к водке хорошо отношусь. Пиво, вино. Пиво, вино, может быть, коньяк, допустим. Но опять же по ситуации. То есть везде, я считаю, что необходимо следовать следующему принципу. То есть знать когда, знать сколько и знать с кем. Если человек эти вещи для себя определил, то такая опасная вещь, как алкоголь, не сможет ему причинить вреда. Ну, то есть в целом алкоголь и еда? Ну, я считаю, что все-таки к употреблению алкоголя нужно относиться с большой осторожностью. А к еде, вкушая еду, необходимо всегда помнить о Боге. И тогда это будет во здравии души и тела. Спасибо. В разговорах на «ты» был священник Дмитрий Борисский со своим отношением к еде. До встречи. До свидания. Продолжение следует.